Добрый день! Сегодня у нас на ремонте вот такой компьютер. Проблема у него такова. При нагрузке, в играх, либо в формарке он выключается. Давайте включим и посмотрим, как она проявляет себя, эта проблема. Открываем сразу фурмарк, видеокарта у нас есть RX 480. Нажимаем стресс-тест и все, все потухло. Давайте разбираться в чем дело. Для начала откроем компьютер. У нас тут немножко дисбалансная сборка. Все-таки это у нас не RX 480, а RX 590. Затем это все у нас собрано на материнское платье. У нас RUK H55 получается, это первое поколение. И что же мне бросилось сразу невооруженным глазом? Эта видеокарта подключена через вот такие вот замечательные переходники с SATA на 8 пин. Интересно, что же здесь за блок питания стоит? Сейчас посмотрим. А блок питания тут стоит свитчинг Power Supply. Офигенная фирма. Указанная мощность 450 Вт по ходу. Сейчас посмотрим, сколько у него по 12 Вольтам. Всего лишь 16 А. Это вообще никуда не годится. Конечно же RX 590 будет уходить в защиту. Так, ну что сказать. Я сапожник без сапог и у меня не было мощного блока питания. И вдобавок к тому, который там стоял, я подключил еще один и просто замкнул пинцетом, чтобы он включился. И видеокарта у нас питается сейчас с разных источников питания. Мне стало интересно, какие же здесь параметры. А параметры у нас вот такие. Xeon X3440 и 12 ГБ оперативки. При этом видеокарта фурмарк определяет и думает, что это 480, а на самом деле это RX 590, в которой нехило на сколько мощности от блока питания. RX 590. Давайте включим тест и посмотрим. Вот как видим, ничего не выключается, не темнеет и фурмарк работает. Это самая дисбалансная сборка, которую я когда-либо видел. Да, ему просто требуется замена блока питания. Я подключу блок питания клиенту, либо сам клиент поищет новый, либо бушный на сайтах объявлений. Я его поставлю. Это будет уже за кадром. Ну вот и все. Это был быстрый лимон данного компа. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Продолжение следует...